Сейчас наглядно покажем, что такое трушная спортивная медицина. Все плохо. Мастер спорта международного класса между прочим. Сейчас я покажу, что такое плоскостопия. О, Господи, это же страшно. Самая брутальная одежда в мире. Бэйн Киллер. Забудь про боль выбора. Привет, Влад. Здорово. Что, как? Я нормально. Что, как Витя? Стоит? Стоит. Я тут людям наобещал, надо выполнять, снимать видео про реабилитацию, предотвращение, недопущение травм. А если вы уже допустили, то что с этим делать? А сегодня Катенька. Привет. В специальном мариновальном машине. Сейчас наглядно покажем, что такое трушная спортивная медицина. Много вопросов про то, что я себе колю, что это за процедуры, какие работают, какие не работают, какие стоит делать, какие вообще стоит исключить. Где вас просто хотят на денежку развести. Так, Катя, зачем? Зачем Катя? Почему нет, собственно? Вакуумная баночка. Я придумал, что вы просто кайфанете. Вот если вы досмотрите, просто не в чем. Основа основ у нас это фундамент. Это наши стопы, позвоночник, таз, тазобедрин, все, что унесет наши несущие конструкции. Это у нас... Это плантоспоп. Основной прибор, который используют ортопеды для диагностики проблем стопы пациента. Плоскостопие. Чем чревато нарушение вот это плоскостопие, о котором все... Ну, плоскостопие, плоскостопие. Вот у меня было плоскостопие, но оно у меня до сих пор есть, такое жуткое, что даже она выпукла у меня в обратную сторону. Я в 2014 году очень жестко себе дернул правый бицепс бедра, и у меня из-за этого таз перекосило. Правая поднялась на сантиметр, то есть у меня, получается, перекос произошел. Перекос таза, чем это чревато? У меня начал закусывать левый тазобедринный сустав. Это же последствия из-за этого, да, то, что идет нагрузка? Да. В общем, столбы. Правый столб, да, я вообще, я без образования, я практик, я не теоретик. Он у меня в 2,5 раза был больше, чем левый. Настолько у меня забрало нагрузку. Потому что я продолжу тренироваться, делать становую тягу, и я на становой тяге порвался. Вот. И у меня такой перекос. Сейчас я покажу, что такое плоскостопие. Ну, вот видите, как же свода нету. Ой, боюсь у вас пальцы. В общем, тенденция есть. Я думаю, что проблема, в первую очередь, с весом вашим. Вам бы я посоветовал жесткие каркасные. Все-таки они обладают большими амортизирующими. Карбоновые. Карбоновые, да. Вот эта стелька бескаркасная, она мягкая. Она же спортивная. А вот эта стелька каркасная. Каркас может быть ставлен различными видами пластика, карбоном. Вот обратите внимание на эту обувь. С точки зрения ортопедии она правильная. Гнется, как я уже сказал, только в переднем отделе. Крайне сложно подвергнуть скручивающим нагрузкам. Жесткий задник. У меня только тренировочная обувь, когда я тягу делаю, она на очень тонкой подошли. Все остальное у меня, последняя обувь. Я вообще всю обувь выкинул, которая на тонкой подошли. Мораль всей басни. Если рыба гниет с головы, наши колени, тазобедренные и спина, собственно, разрушаются со стоп. Согласен. Подожди, подожди, подожди. Вот я такой врач и буду. Буду ходить и за голову держаться. Все плохо. Зато я буду тот самый врач, у которого никогда не опускаются руки. Мастер спорта международного класса, между прочим. Да, так было. Да. Ты чего? Ты знаешь, сколько она тянет? Сколько тебе самая большая тяга? 260. Да? Ну ладно. Неплохо. У нее 190. Офига себе. Понимаешь, о чем я говорю? Ты знаешь, сколько она без майки жмет? Кто у нас самый слабый жим шел на раз? Бога. 105. Меньше него никто не поднял? Горзей сколько поднял? 80. Вот она 75 жмет. Я тебе не рядового сюда привез, дилетанта. Это же не Екатерина, она если что, знаешь, как... Это паночка. Догадайся, для чего она и где она у себя привезла. О, Господи, это же страшно. Ты поняла. Давай, проверим. Все, отлично. Как по тебе делали. Катеньку нам надо беречь, Катенька у нас ценный сотрудник. Одна из самых частых. Я считаю, опять же, товарищи специалисты-врачи, можете у меня в пухах прах расхреначить, но это то, с чем я сталкивался. Опять же, я делюсь своим опытом, я не умничаю, у меня нет образования медицинского. Это наш сустав. Обратите внимание, спереди четырехглавая мышца. Вот головка, вон там плот. Когда у нас спазмируется, перенапрягается, зажимается одна из этих мышц, то есть, представь, вот сустав, к нему крепится мышца. Одна из этих мышц спазмируется, то есть она становится короче, и она начинает тянуть сустав в свою сторону, то есть неправильно. Перекос идет. Сустав начинает работать неправильно. Понял? Начинает работать неправильно. Он начинает естественную реакцию, он начинает сопливиться, выделять жидкость. Она начинает распирать нам сустав, сустав воспаляется, возникает боли. То есть, воспаление идет, воспалительные процессы. И потом из-за какого-то надалбливания в одном месте, из-за неправильной работы сустава, у нас там дегенеративные изменения. То есть поверхность вот эта скользкая, она становится такой, как вот эти модули шершавые. И сустав, естественно, работает неправильно. Поэтому массаж, это всегда ваша основа должна быть. Массаж, основа основ. У меня болело недавно левое колено. Был перетянут очень жестко, прям очень жестко был до сих пор болит. Бицепс бедра и внешка, прям с такими могучими триггерами, все разбили. Простым массажером. Каск-сенон, ксеслава. Очень крутая. Современная, особо актуальная тема. В общем, я вообще лучше, 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 лучше. Для антистресс и для легких полезных. Самое главное, что я считаю, вы должны понять, первостепенное. Сейчас эра, когда вы можете посмотреть, что у вас. Вы можете сделать МРТ, вы можете сделать УЗИ. А не как раньше. Что, плечо болит? А, ну понятно. Давай, сейчас я тебя укушу за ухо и все пройдет. Или там вот, на, выпей там чуть-чуть. Или АСУ, да, поставить, да. Если вы хотите действительно вылечиться, сперва диагностика. Что у вас на такое? МРТ, МРТ, КТ, КТ, УЗИ, УЗИ. Не надо вообще ничего не придумать. Просто, если вам врач говорит, а, ну болит так, давай мы тебе сейчас, давай я тебе сейчас поставлю, все, убедите от этого врача. Володенький, что? На дрифт манжета, там вращательного плечевого сустава. Это на подтягиваниях делился, да? Тренировал подтягивания, раз по 15, несколько подходов, где он никогда на количество. Тут на количество сделано, видать, организм не был готов. На дрифт прошел. Сейчас будем лечить плечевой сустав. Вы наблюдаете здесь скайп уже, да, по той причине, что первый сеанс мы уже провели. У нас пациент пришел с жалобой на боль в передней поверхности плеча. У нас есть МРТ, который показывает уровень при повреждении длинной головки бицепса. И, в общем-то, есть отек в области ротаторной манжеты плеча. И в этом месте возникает триггерная точка, которая является следствием того, что здесь возникает гипертонус, воспалительный отек и боль. Вот мы должны как-то убрать эту проблему. И, как правило, мы начинаем с шейного отдела. Почему? В прошлый раз было обнаружено, что у нас в шейном отделе есть функциональные блоки. То есть ограничение подвижности. Вот. Видите, шеи не доворачиваются. Ну, примерно, я бы сказал, на градусах 15. Влево лучше шейные позвонки, сегменты, которые иннервируют плечо. Внимание! Значит, количество импульсов снижается. И тем самым, если локально лечить только плечо, мы не можем отдать 100% гарантию или вообще 140% помощь пациенту или спортсмену по той причине, что, грубо говоря, электричество от спинного мозга, оно просто не доходит до нужных мышц, связок и сухожилий. Чемпионат мира, который проводили недавно, спортсмен, профессиональный визион, не буду называть фамилию, тоже очень сильно мучился с плечом. Просто ничего не мог сделать. Всякие процедуры никак не проходило. До тех пор, пока он просто не начал делать массаж, пока ему не поставили на место грудной отдел, все, и оно начало проходить. И у него есть то чудо! Оказывается, может быть, дело в спине и шее. Болит вот здесь, да, эта область? Болит вот здесь. Здесь не болит? Тоже болит. И отрабатываем. Сейчас мы будем делать, забирать кровь, вмешивать лекарства. Будет аутогемотерапия, то есть лечение собственной кровью с добавлением препарата, который травмель, который уменьшает болевой синдром, и мукосат, который является хондроэтин сульфатом, хондропротектором, подпитывающим хрящ сухожилия. Я себе колю для профилактики. Скорение я себе обкололю постоянно для профилактики. То есть вот лекарство. Пироцетан, мукосат, травмель и физраствор. Коктейльчик. Это собственная разработка, кстати. То есть мы просто смешиваем. Есть аутогемотерапия, а есть плазмотерапия, плазмолифтинг. Вот мы плазму пока не трогаем, потому что она на втором этапе идет, на этапе уже реабилитации. Это иглотерапия классическая, корпоральная называется. Мы, вот смотрите, сделали корешок, укололи, который нарезает плечо. Триггер, плечевое сплетение. Это пока чисто по европейской методике, по ходу мира. Вот электроиглотерапия классическая. И обезболивание, и противооспалительный эффект. И главное, то, что мы хотели сами добиться, закрепили, получили результат. Три года назад человек получил травму. У тебя были витамины потом после федора? Были витамины. На витаминах все это закачалось, все это прошло и не болело. Потом отменились витамины. Начало побаливать немного, да? А сейчас из-за той истории, что за окном бушует, что произошло? Перестал тренироваться нормально. Перестал нормально тренироваться, разобрал его. Сначала, когда отменяют витамины, вылаживают одни болячки. Потом, когда еще перестают тренироваться, то вообще все, что когда-либо где-то было травмировано, все, все начинает болеть. Все. Значит, я уже посмотрел на спинку. У нас есть проблема, связанная с... С чем? Болиум поэффичному деля. Значит, у нас перегружается... Екатерина у вас тату? Л-5С1. Это... Когда-то был секрет. Теперь на ютубе секретов нет. Фактически красивая баночка. Нет, надо. Формию. Я не могу на коллегу смотреть Виктора. Тут еще много эффектов. Появляется красота под банками, видите? Это что? Сосудистый эффект, да? То есть кровоток улучшается. Дальше римфотренаж. Застойные явления уходят, то есть напряжение мышц. Дальше, поскольку вакуум в природе не встречается, то нервная система на его очень легко реагирует, она расслабляется. То есть человек под банками засыпает. Косметический эффект многие женщины приходят, чтобы подкинуть себя, потому что даже после первого сеанса видно, как подтягивается тело. Через каждые 5 минут будем видеть баночки. То есть он нервную систему очень мощно успокаивает и расслабляет мышцы, перезагружает психику. Ну, по сути, для спортсменов это нужно как средство перезагрузки в психо-мышечниках. В общем, это ощущение сравнимое, наверное, с четырьмя бокалами и винишкой. Давайте топ-3 метода диагностики, ну, мной, как и профессионалы, и топ-3 восстановления. Основа слов, наверное, все-таки МРТ. Осмотр врача, МРТ, вот это прямо вот must-have. Да, наверное, давайте начнем сначала действительно со смотра врача. Потому что все мы все знаем, все мы все читали, в интернете все пишут, все великие специалисты, особенно их в интернете очень много. Я говорю, у меня 15 лет профессиональной деятельности, профессионального спорта с витаминами, травмами и прочей ерундой. Я себя профессионалом в области реабилитации не считаю. Но порой так бывает, что моих знаний больше, чем даже у некоторых докторов, простите, свежие. Вот. Именно в этой узкой специальности. Что попроще, наверное, самое доступное, это УЗИ? УЗИ. УЗИ все-таки. Голодой стандарт осмотра, наверное, спортивной медицины. Вот. И врач непростой, естественно, терапевт, потому что если вы спортсмен, вас врач отправит умирать на кладбище. Он скажет, что все-таки то, что вы, чем вы занимаетесь, все, это не здоровье, вы умрете, вы это. Этим и отличается спортивный, то есть, врач от простого. Врач от простой практики. Терапевт простой практики вам скажет, что бросайте это дело срочно, бросайте все это есть, тем самым вы себе еще больше вред нанесете. Восстановление. Давай мое любимое. Вот то, что вот за это время я полюбил. Самое, наверное, простое, но везде по цене, опять же, оно разное. Игорь Викторович, вы знаете, сколько плазм отбывает стоит в некоторых клиниках? До 15 тысяч. Топ-1, естественно, первое место это плазм. Просто купить себе центрифугу и шприцы, это не получится. Тут нужен человек, который знает, куда, кого, правильно, как. А зачем это? Очень, очень супер восстанавливать. Когда случались какие-то травмы, болели, меня очень сильно вручало, очень помогало плазма. Будь то плечи, будь то локти, будь то колени. Че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че-че. Проставлял. На втором месте у меня по любимости это ударно-новая терапия. Очень крутая вещь, мне очень нравится. Массаж. Массаж вот вообще такая база. Ну, я все-таки поставлю, если мы уже говорим о травме, хотя, наверное, был массаж все-таки на первое место. Превентивный, да, спортивный, хороший, глубокотканевой массаж. Давайте его на первое место поставим. Также на четвертое место я поставлю лазер. также он прогревает, но все остальное как раз вот то, что вот сопутствующие препараты, которые я добавлял Виктор Викторович в укол Мукосат, да, пироцетам, но я использовал, знаете, этот хондролон препарат Мукосат, он то же самое, что и мукосат, но хондролон дороже Актовегин, то же самое, болючая штука, что просто пипец, ужасно болючая штука Жуткий спазм возникает вместо укола, но вообще так же супер восстанавливает Просто шикарно восстанавливает, мне очень нравится Ну, а так вообще, тему мы, может, раскрыли сегодня из процентов Да, процентов на 10 мы Спасибо, Виктор Викторович у нас, София Три, Виктор Викторович Кос Сколько мы с вами уже общаемся, дружи, в 16-м году я первый раз пришел Да, Сергей Брыжков привел, блин, максвич практически Ссылка в описании, да